Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Аминь. Получение Святаго Ана Златоустого о любви к ближнему из беседы 60-й на святом Матфея Евангелиста. Мы должны видеть во Христе первое основание любви к ближнему. Но мы видим, что многие имеют другие пробуждения к любви. Один любит потому, что его самого любят, другой потому, что его уважают. Иной потому, что ближний в некотором житейском деле был для него полезен, а четвертый почему-нибудь другому. Но трудно найти такого, который бы любил ближнего искренне и как должно, для Христа. Ибо многие соединены друг с другом только житейскими делами. Павел не так любил. Он любил для Христа. И хотя не был любим так, как сам любил, однако не ослаблял любви своей, а дал ей укорениться в себе. Но нынешняя любовь не такова. Если мы исследуем все причины любви, то найдем, что у большинства они отличаются от указанной. И если бы кто позволил мне всем многолюдным собранием учинить такое исследование, то я показал бы, что весьма многие соединены между собою житейскими видами. Это открывается из причин, производящих вражду. Так как они соединены между собою приходящими выгодами, то посему любовь их не имеет ни пламенности, ни постоянства. Напротив, каждая обида, или потеря денег, или зависть, или любовь к тщеславию, или другое что-сему подобное, легко разрывают их любовь. Ибо она не имеет духовного корня. Если бы был такой корень, то ничто житейское не могло бы разрушить духовного. Любовь, имеющая основанием Христа, тверда, постоянно непобедима. Ничто он ее расторнуть не может. Ни клеветы, ни опасности, ни смерть, ни другое что-либо подобное сему. Кто таким образом любит, хотя бы претерпевал тысячу поражений за сию любовь, не оставит ее. Ибо кто любит за то, что его любят, то случись с ним неприятность, прервет любовь свою. А кто соединен той любовью, никогда не оставит оной. Посему и Павел сказал, 1 Коринфянам 13,8, Любовь никогда не перестает. Что же ты скажешь мне в защиту свою? Тебя обидел тот, кто был почтен тобою? Или облагодетельственный тобою хотел убить тебя? Но если ты любишь для Христа, то и сие самое располагает тебя к большей любви, Что у других служит к разрушению любви, здесь тоже самое служит к утверждению оной. Почему же? Во-первых, потому что таковой бывает для тебя виновником наград. Во-вторых, потому что он имеет нужду в большей помощи и заботе о нем. Посему, кто так любит, тот не разбирает ни рода, ни отчества, ни богатства, Ни взаимной любви к себе, ни другого чего-либо подобного. Но хотя бы его ненавидели, обижали, умерщвляли, Не перестает любить, имея достаточную причину к любви Христа. На него неуклонно взирая, он пребывает тверд. Ибо Христос таким же образом любил врагов, неблагодарных, обидчиков, поносителей, ненавистников, Не хотевших и смотреть на Него, предпочитавших Ему дерево и камни. Любил их высочайшую любовью, которой нельзя найти подобной. Ибо, говорит, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Иоанна 15, 13. Смотри, как он заботился о них, которые распяли его, И которые столько оказали неистовство над ним. Так, говорит он, о них отцов. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Лука 23, 34. И после сего послал еще к ним учеников. Итак, поревнуем им мы сей любви, И будем взирать на нее, Дабы, сделавшись подражателями Христу, Удостоиться и здешних, и будущих благ, Благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь.